всем привет это там дуба канала физики меня зовут саркис и сегодня у нас будет день экспериментов мы поговорим о камере без линз называется она камера обскура фантастика это или реальность вместе со мной будут и люха и саня поздоровайтесь судит и поли друг его в каждом мы вас приветствуем ну как вы думаете можно ли сделать камеру без линз вообще 0 линз конечно можно и мы это даже сделали вернее саня этого не делал он прогулял прогулял встречи две недели назад пришел дима мой хороший товарищ и мы сделали не совсем камеру мы сделали наоборот скорее проект который не использовал ни одной линзы ничего внутри него не было стеклянного вот представлял он из себя просто коробку с маленькой маленькой дыркой пару пару слов по принципе работы ну вот смотрите берем любой объект например вот сами или там шарик какой-нибудь лучи света отражающиеся от него от источников света расходятся во всех разных направлениях это хаос в такой ситуации изображение не получится чтобы получилось изображение нам нужно из этого хаоса выделить какой-то порядок и делаем мы это с помощью дырки наш глаз делает это с помощью линзы или там фотоаппарат обычно делает с помощью линзы а камера обскура делает это с помощью небольшого отверстия через это отверстие лучи от предмета могут пройти только строго определенном направлении у них других вариантов нет по прямой линии через эту дырку и если мы напротив этой дырки поставим экран то в данную точку на экране попадет луч только из одного места на предмете вот и весь принцип работы камерам есть только тогда можно можно но есть две проблемы пересекающиеся с лучиками рабского во-первых изображение получается нечеткой потому что если вам нужно получить четкое изображение то вам нужно ограничить хоть лучей очень сильно сделать дырку очень маленькой а что будет если вы сделаете дырку очень маленькой туда свет не пройдет ну пройдет но просто очень мало и изображение станет очень тусклым ясно да вот и все то есть если вы хотите сделать изображение ярче вам приходится даже сделать дырочку побольше если вы хотите сделать изображение четким вам приходится сделать отверстие поменьше и получается вам приходится идти на какой-то компромисс мне понравилось как ты перешел от от дырки к отверстию ну так вот что мы сделали мы взяли обычную старую коробку закрыли щели в этой коробке фольгой и проделали в ней небольшое отверстие ты гвоздем его проделываешь я сделал это пинцетом отверстие по по диаметру ну там где-то я думаю пару миллиметров квадратных и внутрь этой коробке мы засунули источник света сначала мы туда засунули просто лампочку такой знать который спиралька закручена энергосберегающая до если выключить свет в комнате а мы залезли специально подвал где темно и нету там света из щелей в занавесках окон да и закон нету света то эта коробка становится единственным источником света в комнате абсолютная темнота глаз ничего не видит и мы поставили напротив этой дырки экран на стене повесили белый лист бумаги и даже глазом прямо на этом экране видно лампочку пожалуйста вот она изображение размером примерно 30 сантиметров вот такого вот размера ничего себе да она же должна гореть почему она такая серая дырка маленькая изображение становится неярким отверстие отверстие мы потом выключили свет и лампочку видно быть перестала да да конечно конечно изображение очень яркое но видно глазом и мы умудрились снять видео затем мы чуть-чуть изменили схемы эксперимента мы лампочку поставили светить на стенку напротив дырки а туда стали помещать различные объекты например чашку и после этого на стене напротив появляется изображение чашки его уже глазами увидеть довольно сложно и чтобы нам его лучше разглядеть дима притащил светочувствительную камеру со светосильным объективом и мы поставили фотографироваться это изображение с большой выдержкой ну примерно там 10 секунд иногда 20 секунд ставили и эта чашка прекрасно видно единственное вы можете заметить она перевернута да потому что лучи света снизу с нижней части чашки через дырку проходя оказываются сверху мы попробовали даже сделать научный натюрморт саня ты узнал что-то как гептан не выливается это гептан из нашей лаборатории шприц там вот тут нам почетче да вот этот яркий источник света это светодиод моего моего телефона его тоже засунул внутрь коробки передали привет нашим самым преданным подписчикам из германии с помощью чашки но только здесь не совсем правильно привет вот вот здесь правильный привет уже обработано изображение да нет это не обработанного чашку ты там можешь увидеть что вы на дно коробки на самом деле еще на фотографии позидашь еще лучше привет но вы размазаны потому что вы там что то есть пока вот это выдержка до выдержку изображение пока ну да даже было 20 секунд стоять абсолютно неподвижно самое сложное это было не шевелить зрачками глаз да потому что ты должен смотреть в одну и ту же точку и мне кажется зрачки у нас на этой фотографии очень сильно 1 особенно если ты смотришь в темноту куда-то как их там и не видно на фотографии прелесть камера обскура в том что ее может сделать каждый это делается очень легко и очень из очень дешевых материалов до были такие фотографы они прямо снимали улицу ставили на весь день эту камеру обскура и на пленку снимали изображение снаружи точно так же коробка в ней малюсенькая дырка внутри коробки пленка и такая схема позволяет вам снять то что происходит снаружи но очень долго надо фотографировать я и я мы тут это зумеры короче и не очень понимаем что такое фотографировать на пленку и как это работает уважаемые звезды плюс-минус на дуба если вы хотите узнать как работать пленка то тысячи лайков а пока вы ставите лайк я очень долго объяснял сани и люхи что самый простой способ сделать камеру обскура сегодня это просто снять фотоаппарата объектив поставить вместо объектива просто кусок фольги и сделать в этом куске фольги маленькую дырочку с помощью иголки называется такое устройство pin hole от английского pin иголка hole дырка объектив это типа что такое объектив это стекляшка фотоаппарате давай давай рассказывать объектив этого ну что это вот эта крышка господь господь так все за вот объектив сани я понял а если объектив сейчас действую на что мы сейчас снимаем папа вот вот так вот фотоаппарат снимать не может а почему нам нужно отверстие мысли в этом потому что у тебя на матрицу просто на каждую точку матрицы попадают лучи света отовсюду просто из комнаты это хаос понимаешь я думаю тебе стоит посмотреть начало этого видео заодно поднять про то понятно то что он просто фиксирует какую-то досочек объектив позволяет по на одну точку на матрице собрать свет из определенного места в пространстве понимаешь да это и есть сфокусирован да я понял прикольно вот и как раз как раз другой способ собрать свет из определенной точки пространства на матрицу это сделать маленькую дырку в фольге у меня рука перевернута высливаться без объектив да давай саркис может быть сделаем тогда эту штуку на который сейчас говорил попробуем без объектива снимать давать вас есть камера он нас снимает действительно до дизда берем разбираем объектив заматываем фольгу и делаем дырку сделано отверстие до фото на память мы в дырке в интернете можно найти множество способов как сделать пинхол аккуратно но мы пошли своей дорогой просто замотали фотоаппарат в фольгу сначала мы проткнули фольгу скрепкой но результат был честно говоря не очень потом мы заменили фольгу и сделали отверстие с помощью острой иголки и стало намного лучше иногда фольга у нас немного отходила и в кадре появлялась странноватое свечение с какой-то стороны кадра но если прижать фольгу покрепче то в принципе все было хорошо единственное что мы сделали совсем неправильно это мы довольно долго держали матрицу открыто и видите вот это вот множество черных точек на снимке это у нас на матрицу нападало большое количество пыли ну вот так на сегодня все короткое видео если вы будете делать такой же эксперимент с фотоаппаратом главное не нахватайте на свою матрицу много пыли когда вы снимаете объектив туда пыль попадает всего доброго всем пока всем пока пока